Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. И, кстати, для тех, кто думает, что я постоянно сижу дома, это не так. Недавно я была на ярмарке Nonfig, где посетила стенд нового сервиса Строки. Чуть позже вам покажу саму ярмарку, а пока хочу рассказать поподробнее про сам сервис. Строки — это новый сервис для читающих людей. Помимо привычной классики и мировых бестселлеров, здесь вы найдете эксклюзивные книги от издательств, которых больше нет нигде в электронной версии, и оригинальные произведения, впервые переведенные на русский язык. А также аудиокниги и подкасты. Все подкасты, кстати, можно слушать абсолютно бесплатно, надо только зарегистрироваться. Можно выбрать подходящую подписку в зависимости от того, как много вы читаете. Также возможно покупать книги поштучно. Помимо подписок доступно много бесплатных книг. Интерфейс сервиса очень удобный, там все разложено по полочкам. Книги, подкасты и аудиокниги с разбивкой на жанры. Видно, что редакция сервиса с особой любовью собирает подборки книг. Мне особенно нравятся книги с подборки светлых и добрых книг. В них можно найти поддержку в трудную минуту, и в конце всегда все хорошо заканчивается. Не считаю это спойлером. А промокод PUSHMAN даст вам 30 дней подписки больше всех, с которой у вас будет доступ ко всем книгам сервиса. А теперь смотрите, как я сходила на ярмарку. Ребят, посмотрите, какие масштабы. Начиная с очереди в гардеробную. И просто сколько там людей, сколько стендов разных. Я думала, что это будет не так интересно и не так весело. Оказалось, очень даже занятное, необычное мероприятие. И прям хочется здесь ходить, везде все изучать, рассматривать. Начнем с того, чтобы не видеть, что у кого есть дом. Ну-ка. Отлично, отлично. Мам, значит, я подросток посередине. Вот. О чем строится успешно? Давайте кто-нибудь ответит. Тут у нас стенд строк. Это, по сути, маленькая студия, где можно посидеть, послушать наш подкаст. У нас очень много подкастов, они издаются только у нас. Да, ладно. Что такое? Послушайте. Можно, можно, можно найти, вот здесь вот у нас. Очень необычно. Короче, из каждой трубы идет какая-то сказка, да? Да. С ума сойти. Это для детишек такой стенд классный. О, сюда можно зайти. О, вот. Видишь, ты раскрашиваешь. Да. То есть, можно, знаешь, как Том Сойера водить по забору, и будет проявляться картинка. Эта книжка называется «Мафия с подоконника». Она про ботаника Юру и его комнатные растения, которые вообще-то не просто тихие маленькие растения, а растения, которые мечтают завоевать этот мир. И они по ночам оживают и пакостничают. Например, они порвали его проездной. Тут еще выступления проходят. Очень много классных стендов для детей. Посмотрите, сколько детских книжек. Прямо здорово. Привет, ребята! За те дни, что мы с вами не виделись, что изменилось? Наступила настоящая зимняя сказка. Зима, все в снегу. До этого я два дня вообще не красилась. Чувствовала себя супер и думала, что может у меня кожа станет получше. Но кожей моей вообще пофиг было на то, что я не красилась. Она даже не поблагодарила меня хотя бы чем-то. Сейчас мы поедем в торговый центр. Но на самом деле я не знаю, какой у нас будет вообще улов. Потому что я хочу, чтобы мы купили еще одну елку. Я все-таки хочу какую-то елку, но я хочу, чтобы она была типа заснеженной. Но я не уверена, что хорошую можно такую найти. Хотя вот в студии, в которой мы были недавно, вы видели влог у меня оттуда, там были такие классные елки. Они ничем не были украшены, никакими шариками, только гирлянда офигенной. Но проблема в том, что наша елка на даче. Выбраться туда даже одному Славе просто вот мы не знаем. В общем, Слава хотела поехать в воскресенье как раз-таки на дачу, для того, чтобы решить вот эти все дела. И елку взять, и к бабушке, к дедушке своим заехать. Я бы не смогла поехать на выход. И вообще не могу поехать на дачу, потому что должна быть в воскресенье. Просто каждый день. У меня каждый день что-то. Ну и разумеется, что не все я вам рассказываю, показываю. Как вы могли догадаться, я не все 100% в своей жизни выставляю на показ. Вот, поэтому у меня есть свои какие-то разные личные дела, из-за которых я не могу отлучаться надолго. Ну и плюс ко всему работа. Он, конечно, может поехать. Но дело в том, что мне, скорее всего, на выходных понадобится его помощь. Муженина, моя любимая. Муж мой драгоценный. Вот, и не знаю, смогу ли я его отпустить за елкой на дачу. Ну, короче, блин. С другой стороны, знаешь, зачем тебе ехать на выходных на дачу? Это же такие пробки. Потому что нужно сделать кое-что на даче. Сделать кое-что на даче нужно. И я хочу посетить своих дедушку. Да, но тебе почему это принципиально именно выходные сделать? Потому что на следующей неделе опять какие-то будут вопросы, проблемы, понимаешь? Снег там никто не убирает. Ну да. Ладно, посмотрим. Может быть, я найду другую жертву для помощи мне. Слава, вчера ездил в сервис к моему папе. И с утра до ночи просто провел там. Я была просто в диком шоке. Потому что мы так надолго еще никогда не расставались. Да не, на самом деле, что там ты делаешь, расскажешь? Да, апгрейдили тачку, короче. Такой ты у меня апгрейдил, ты конечно. Да, да, она теперь едет как вообще, как космолет. Он мне вышел и рассказал. Космический корабль. Сколько у тебя лошадей теперь. Что, да, не будешь говорить? Сумасшедшая. Такой сказал, у меня теперь миллиард лошадей. Ну, конечно, не миллиард, но не знаю, он почему-то не хочет рассказывать. Вот у меня, кстати, 145 лошадиных сил всего лишь в машине. Но она у меня гибрид, поэтому она у меня самая первая стартует, когда мы стоим на светофоре. Все остальные просто дышат мне в затылок. Хотела сказать, заняться, но подумала, не надо заняться. Слава пришел такой, рассказала, сколько у него лошадей. А у него этих лошадей прям нормально так сильно больше, чем у меня. И я, конечно, такая, и куда тебе эти лошади? Ты же все равно на этих лошадях не покатаешься. Так что, короче, вот эти вот машинные дела. Учитывая наши новые, нынешние реалии, машину приобрести невозможно. Все, что на рынке есть, это только, я так поняла, китайцы, да? Вот, я не говорю, что... Корейцы. Китайцы, там, корейцы. Я не говорю, что это плохо, потому что у них тоже есть хорошие, достаточно крутые автомобили. Но если выбирать между моей машиной, которую я люблю, и маркой моей машины, да, что-то мне новое, неизведанное, непонятное, то, конечно... В общем, я уже пять раз проголодалась. Жалко, что в этом торговом центре нет хороших кафешек, типа чайханы, как ватрюля. Я сегодня только пирожок с малиной съел, пацанов. Я сегодня на завтрак съела манго, а на обед бутерброда три с паштетом. Это никакие рамки не годится. Мне срочно нужно мясо. Так что мы пошли в торговый центр. Если мы не купим елку, в чем я уверена, если честно, то как минимум гирляндусы! Гирляндусы мы точно можем посмотреть. Мы идем в рестор, посмотреть мне новый авиапон, если он тут есть. А что, по ценам? Мне реально надо уже. Мне на 500 хватает. На 500, но вот он. 169. А мне нужно такое? Да, конечно, нужно. Да, дай. Да. Хочешь, прям сейчас возьму. Да. Тут все такое шустрое, да? Он быстрый, да. Да, особо на самом деле. Он еще, знаешь, типа... Вот все, он так, типа, будет все время. У него экран активный. Но мне это нравится. Я люблю, когда я вижу. Всегда можно перевернуть, если не хочешь свет. А в чем еще фишки? Ну, честно, я... Давай камеру проверим. Я больше ничего о нем не слышал. Я думаю, что просто камера вот это все получше стала. Ну, все они плюсы. Смотри, на тройку можно теперь еще ближе. Еще ближе. Круто. Ну, когда я посмотрю. Ну, качество лучше. Можно сравнить, кстати. Ну, кстати, еще неизвестно, что у них тут по наличию. Сейчас спросим. Как будто более розовый, да? Угу. Он где-то в оттенках как применяется. Да. А что еще другого? Он точно такой же. Да, точно такой же. Ну, то что деньги отдавают? Я считаю, что они это вообще, ну, офигели. Офигели вообще в край. Жиряль не отличается. В чем отличие, блин? Мало чего они это добавляют. По мелочи чуть-чуть процессор обновляют. Там оперативку туда-сюда. Но в целом абсолютно одинаковые машины. Не, ну, 500 точно надо. Но это получается, да, 170 косарей. Ну, нормально так. Вряд ли. Здрасте, а в наличии есть? В зависимости от TV. Про Макс. В общем, мы все узнали, ребята. Мы купили мне новый айфон. Не, его нет наличия. Но нет наличия ни терабайта, ни 500. Я даже была готова согласиться на терабайт, который мне вообще нафиг не уперся. Его тоже нет. В других местах посмотрим, поищем. Не знаю, может быть, даже не заморачиваться. Это уже в январе посмотреть. Потому что сейчас перед Новым годом, наверное, ажиотажи на них вот эти сумасшедшие. Все пытаются друг другу что-то подарить, еще что-то. Но это логично, учитывая Новый год, праздники. Поэтому посмотрим. Ну, типа, у меня не горит абсолютно. Ну, а просто я говорила о том, что уже есть смысл все-таки поменять. Поскольку, поскольку у меня 12-й. Я пропустила уже один сезон. А мне как блогеру, который постоянно телефон снимает, нужно периодически хотя бы раз в два года, да, или год, не знаю, раз в два года обновляться. Короче, мы пришли в Лера Мерлен. Наш один из самых любимых магазинов. Кстати, кому интересно, здесь очень много разных элементов, которые когда-то можно было найти в той же Икеа. Достаточно неплохой магазинчик. Это большая елка. 27 тысяч. Я мечтаю, что когда-то у нас будет большой дом с высокими потолками. Там будет огромная елка, как у Оксаны, самую мы с Джиганом. Это здорово, конечно. Но на самом деле, нафиг елку, просто пусть будет большой дом. Вон, вон они. Там их полным-полно. Я очень хочу гирлянды, я их просто обожаю. Украсим ими весь дом, каждый уголочек, каждый закуточек. Давай сначала на елки посмотрим, а потом гирлянды, потому что тут дольше смотреть. Кстати, наша прошлая елка тоже, по-моему, из Лера Мерлен, да? Вот я не про такую заснежную говорила, это не очень. А про ту, которая тут... Такую. Да. И она не такая, кстати, большая, как то, что у нас было. И еще к ней вот такую хрень можно купить, чтобы было симпатично. Да, она насыпает. Ну, конечно. Да ну. А мне нравится, Зай. А мне, Зай, нравится. Да, стоят 14 кесов. У нас дома есть елка. Зай. Мы ее нарядим, она будет вообще красивая. Когда мы ее нарядим? Тогда давай вот это купим. Давай. Только нам для этого елка нужна. Хорошо, я елку привезу. Ну, когда? Я расстроена. Не знаю, мы что будем каждый год покупать искусственную. Хотя бы эту белочку. В этом же и смысл, что искусственные елки просто берутся и все. Да, но ведь одна у нас зеленая, большая. Она у нас, по-моему, один сезон только простояла. Да, но ведь одна у нас зеленая, большая, а эта меньше и заснеженной. Мы, кстати, решили, дамочки и господаночки, решили день рождения мой отмечать дома. В домашней обстановке. С домашней едой, которую приготовим сами. Да, ну не как бомжи, конечно, просто кто-то скажет, по поводу 25 лет могла бы раскошелиться в ресторане. А не хочу. Не хочу, у меня нет настроения шляться по ресторанам. Ну, такая вот я домашняя, скучная. Поэтому у нас точно должна быть елка. У нас будет елка. Я подумала, что заснеженная будет лучше. У нас она есть, я ее привезу. Мы ее нарядим. Она будет лучше, чем вот эта. Что может быть лучше, чем новая что-то? Что может быть лучше, чем потратить денег? Я уверена, у кого-то тоже есть такое желание в комментариях. 220 сантиметров. Подожди, а наша сколько? У нас такая же. Так у нас такая же? Да. Что? У нас 230, по-моему. Нет, у нас она тоже немаленькая. Слушай, а как так? Но она еще стоит на подставке, окей. То есть она будет ниже. Да, это понятно, что она будет ниже. Но я просто... Ну, а слушай, она не такая широкая. Это не очень смотрится для этой елки. Но, может, она как-то делается уже? Ее надо наполнять чем-то внутри. Ну, туда просто можно какой-то плед нахреначить или не знаю что. Короче, это просто трэш. Ну да, конечно, эта хрень сыпется. Ладно, пойдем. Слушай, сколько шариков. Какие большие шарики. Что такое романтическое? Давай вот такую елку поставим. Да таких хоть 10 я тебе куплю сейчас. Не надо мне этого уродства. Извините тебе, у кого такая елка. Но это правда фу. Ой, какая белочка. Ну, блядь, зай. О, это белки? Да, посмотри, какой у них хвост мягкий. Обалденные белки. Хочешь? На елку ее, наверное, вешать надо. 490 рублей. Есть вот такие, но их я никогда не знала, куда вешать. Напишите в комментариях. Вообще-то... На дверь. Над камином они. В общем, ладно, пойдем смотреть гирлянды. Их тут много. У нас, кстати, были гирлянды какие-то классные. Тоже серая мерлен. С желтыми огоньками. Теплый свет. Очень классные. Мне нравилось, что они так медленно переливаются из желтого. Ну, короче, в желтый. Вот. И хочется что-то такое найти, потому что я их что-то потеряла, не зная в удеяниях. Было бы неплохо нам, знаешь, что сделать? Купить такую, как дождик, типа на окна, которые можно повесить. Для уюта, например. На кухню можно. Я хочу, чтобы эти гирлянды белые, синие, красные светились нашим флагом. Я такие не хочу. Какой классный они. Обалденный. Так, ну что? Тут есть такие, чтобы желтым светились? Это холодный цвет. Вот, нам желтый надо. У них режимы есть. Вот такой нам надо. Ты просто переключаешь. Ну вот у нее теплый свет. Но это уличные. Нет, какая разница. Я думаю, что они чем-то отличаются. Они отличаются тем, что их можно еще на улицу. Ну, как минимум, вилка вот такая специальная, защитная, типа всепогодная. Какая разница? Да нам домашние нужно. Зачем ты смотришь на... Ладно, найди мне такую же домашнюю. Вот комнатная, да, вот они комнатные. Вот теплый свет. Просто мне нравится вот эта елуза, зай. А, ну их можно вот без... Давай висюльку найдем. Вот они висюльки. Комнатная. Теплый белый? Восемь режимов. Ну, теплый цвет, который ты хочешь, желтоватый. Есть звездочки. Звездочки класс тоже. Возьмем. Звездочки? Да. Так, а там 120 лет ламп. А тут 100. Тут нужно смотреть на размер 1,2, 1,5. А здесь 3 на 1. Что-то значит 3 в длину, 1 вниз, но это говно и пахнет. Может наоборот лучше бы сделали? А, ну да. 3 в длину, 1 вниз. Но 1 метр вниз это чисто прям окошко закрыть. Ну, может это и неплохо. А тут получается 1,2 в длину? Да. Переверни. Она не так. На одно окно получилось. Значит, типа две такие надо. Какой-то геморр. Можете сразу нормальную взять, чтобы она длинная, шикарная была? Мне кажется, можно взять обычную, универсальную. Не-не, белую не хочу, желтую знаю. У нее 8 режимов есть свечения. Каких? Хочешь зеленым будет светиться, хочешь красным. Я сомневаюсь. Вот это вот мне больше доверие внушает. Размер 3 метра на 2 метра. 3 в длину, 2 вниз. Ну, это лучше. Нормально. Ну, цвет свечения вот белый пишет, что ты хочешь потеплее. Блин, ну неужели точно такой же нету желтой? Да вот он, нашел. Ну, вот он. Тоже длинный. Теплый белый. 3 на 2, да. 240 лампочек. Давай возьмем. Давай. 2 490. Так, а теперь что-то иное я хочу. Хотя, что мне надо? Просто, что, мы ее только на кухню, например, сделаем? Вот, смотри. Слава смотрит на всякие приколюшки. А вот тебе такие волосатки не нравятся? Прикольные. А мне нет, я люблю что-то простое. Вот смотри, как мы в детстве такие. А вот лампочки какие? Аааа. Типа сосульки. Угу. Вот такие хочу. Вместо 21. Вместо 21. Точно это они. Что за чушь? Многоцветная. Зачем она меня банит? Смотри, видишь, удлиненные лампочки. У нас обычные, вот видишь, такие лампочки. А это удлиненные. Можно такую взять. Ну, разнообразить. Ну, вот эту точно надо брать. А это другая, она, видишь, она уже не веселькой. Я хочу вот такую найти. Глянь. Ааа. Вот. Вот такую. Да, вместо 21. А на месте 21 разноцветные. Многоцветные. А? На месте 21 разноцветные. Зай, у них режимы есть. Ты просто переключаешь. Хочешь одним светить. Ааа, они меня просто обманули. Видишь, тут написано многоцветный. А здесь уже написано теплый белый свет. Нет, это просто оттенок лампочек. А так они все... Я тебе еще раз говорю. Они все мигают. Видишь, как здесь нарисовано? Ну, что ты. А посмотри, как здесь нарисовано. Ну, это теплый. То есть, это говорит мне о том, что вот этот будет светиться именно всегда разноцветными, но в 8 разных режимов. Быстро, медленный, заторможенный. Понял? А вот этот будет только таким светиться. Да, скорее всего. 100%. Ну, бери, если... Да, берем. А ты что взял? Я взял все. А это что ты взял? А это чуть-чуть удлиненное. Как здорово. Давай вот такой камин возьмем. Еще надо будет закупиться салютами. Халап, опять, мы зашли в какой-то магазинчик. Классный. Здесь все так красиво. Посмотрите, сколько всего. Круто. Ну, самое главное, что здесь классные игрушки. Необычные. Не такие, как там в Ашане, в Лера Мерлен. Ну, обычные, конечно, тоже есть. Но именно много всяких прикольных. Таких разрисованных. Знаете, конечно, для соцсетей, да. Если ты какая-то супер стильная девчонка и хочешь супер стильную елку, то это, конечно, выглядит так. Аляписто, да. Но для уюта, для души, мне кажется, это просто нереально здорово. Очень красиво. И так сразу в детство какое-то окунаешься. Хотя есть игрушки, которые еще больше в детство погружают. Не знаю, есть они тут, нет. А вот игрушки чисто деревянненькие такие. Игрушки в виде фруктов. Здорово. Вот такие штучки наверх. Матрешка. Круто. Видел, какие пики эти? Насадки? Угу. Верхушки. Ну, тут, кстати, елки дороже, чем у Юрга. Ну, я так и подумала. Может, они и по качеству. Да, навряд. И видите, как тут вот отдельно так висят. Они интересны. В общем, нас сразу прибег вот этот... Кто он? Он не клоун. Шут какой-то. Клоун написано? Ну, это шут. Шут в горух. Угу. Такой вот магазинчик прикольный. У него даже, по-моему, названия никакого нет. Даже название. Так что все. Уже, видите, украшено. Уже прям новогоднее настроение должно быть. У меня, в принципе, есть новогоднее настроение. Сейчас еще дома украсим, красоту наведем. Хотя бы гирлянды повесим. Уже будет тоже какое-то новогоднее настроение. Вот. Плюс снега столько навалило. Вот, ребят, посмотрите, все в снегу. Читаю сообщения из чата дачного. Там вообще какой-то коллапс. Что-то невозможно почистить. Какие-то сумасшедшие цены просят. Эти, кто убирают. Еще непонятно, что будет. Может, вообще растает, а может, еще больше выпадет. Но я рада, что снег. Все равно лучше, когда так, чем вообще нифига нет. Что? У меня, на самом деле, вообще обычно на днюху слякать всегда была раньше. Слякать такая, грязь прям вонючая. А сейчас снежок. У меня, конечно, не сейчас днюха. 28 декабря. Но все равно хотя бы прям атмосфера такая зимняя. Здрасте, я вас слышу. Здрасте. Ты сколько наггетов можешь? Ну, на, 2,9 взял. 9 наггетов, пожалуйста. 2 кисло-сладких. 2 кисло-сладких соуса. Ты можешь картошку фри? Чуть-чуть. Большую картошку фри. Большую картошку фри? 21 соуса. Короче, картинку такую видела в одном паблике. И Славе говорю, угадай, кто из них. Ну, это типа в общественном месте. Кто как садится. Кто там так. Но это я вообще не понимаю. Реально. Иногда заходишь в общественный туалет. И там следы ботинок на этом самом ужасе. Так тоже ни в коем случае не делайте. Ну, скажи, я же угадал. Слава угадал. Я мисс накачанной ноги. Качок. Мне кажется, так, ну, большинство делает. Это, конечно, бывает мучительно тяжело. Но это угар. Напишите в комментариях, кто вы. Я точно уверена, что пох***ки не обнаружит себя. Ой, мой сладенький, привет. Бис. Бис. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты мой сладенький. Привет, мой хорошенький. Привет, мой сладенький. Иди мой сладенький. Иди мой сладенький. Да? Булочки, молнии. Булечки, булечки. Так, мы приехали домой. Как вы уже догадались. У Славы сейчас начинается футбол. Это проклятое. Я его уже не вижу. А мы с вами сейчас будем займемся джирляндами. Какие футбольные дела? Ну, я думаю, дождик все-таки надо повесить здесь, на кухню. Ну, мне кажется, это будет логичнее. Хотя мы здесь не сидим много. То есть было бы, наверное, атмосферней это сделать. Такой дождик у нас в спальне. Но поскольку мы будем день рождения отмечать здесь, я думаю, на кухне, наверное, что я планирую позвать очень ограниченное количество людей. Тут есть вот такой пульт. Беленький такой весь. И я думаю, что будет уютно, если здесь мы сделаем гирлянду. Стол как раз у нас вмещает в себя столько человек, сколько планируется на моем мини-дне рождения. Мини. Ну, просто дне рождения. Так, еще плюс в том, что все замотано. Это значит, что... Что мы можем избежать бардака. Как уютно. Кстати, знаете, что я заметила? Мне неоднократно писали, типа, Юль, поменяй вот эти дверцы, ну, ручки на дверцах, на кухне, потому что это выглядит не стильно. Лучше другие сделать. Типа, кстати, как у нас на даче. Там, получается, она такая просто прямая палка. Ну, я не знаю, как пример привести. Ну, короче, ручка у дверцы другая. Типа, более современная, классная. Но на даче я постоянно кофты, штанами, чем угодно цепляюсь за торчащую ручку где-то вот в ящике, в полке. Поэтому, ну, честно, я как-то... Может быть, конечно, это и не модно, но у меня это вообще никак не напрягает. Эти ручки у дверцы. Тем более, что мы собираемся делать ремонт, наконец-то, в новой квартире, поэтому... Слышала, Виф, у нас будут гирлянды. Сейчас я буду разбираться, где у нас чего. Потому что есть линия, на которой все гирлянды, получается, висят, за которую мы будем цеплять. Вот мне сначала нужно ее найти. Если честно, очень как-то здесь все это непонятно сделано. Хотя, казалось бы... Непонятно. Короче, вроде было все не запутано, но, как оказалось, все супер запутано, поэтому я даже не знаю, как нам действовать с вами, ребята. Если гирлянда окажется классной, то можно будет еще купить такую и уже повесить в другой комнате. Не знаю, зачем так много, но это добавляет какого-то уюта. Мне кажется, гирлянды никогда не лишние. Их всегда можно потом, не знаю, куда-то в другое место девать, кому-то подарить для дома. Не знаю, ну типа родителям. Хоть как-то украсим дом к Новому году. А то вообще у нас нифига дома. Ни намека вообще на Новый год. Только если в окно посмотреть, можно увидеть снег. Что это за дурная система? Тварь! Как можно было так по-дебильному запутать это все? И это не я виновата. Знаете, есть гирлянды, которые идет полоска, которые замотаны уже то, что свисает. Замотаны так, чтобы оно между собой не перекликалось, никак не спутывалось. А здесь сделали специально так, чтобы потом это хер распутать. Я просто в шоке. Я сначала подумала, вау, какие молодцы. Но когда я начала разбираться, я поняла, что просто нихера не понялись. Там вообще за что вешать? Где конец? Где начало? Потому что сделали какую-то шляпу. Я понимаю технологию, что, скорее всего, это должно быть вот так. Но просто оно не должно было быть таким спутанным, как из жопы. Мне, чтобы замотать для удобства, они замотали, наоборот, для неудобства, чтобы вот это получилось, потому что это не я сделала. Короче, это должно было быть весело, легко и непринужденно. Оказался в угоде геморс. Ну, я и так знаю, там написано длина, ширина, там как это, но мне нужно на глаз приметить, чтобы я знала по моему окну конкретно, шторам, это как будет, чтобы это было красиво. Я до сих пор это распутываю, это просто какая-то чушь, блядь. Как так можно было умудриться, а? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу без приукрасти. Более конченый просто вы... Я не знаю, кем гирлянды, еще никогда в жизни не встречала. Это просто тварь какая-то. Все мне нервы потратила, просто я... Злая... Мне хочется ее просто взять и раздевать. Я не знаю, на кой черт делать гирлянду, которая логична, что люди повесят, например, на шторы, еще что-то. Ни одной, блядь, вообще возможности нормально зацепить. Приходится цеплять за то же дерьмо, на котором висит сама эта блядь, старейка, этот фонарик. И он не держится, потому что это блядь полоска, и она просто все стекает вниз. Ну, короче, я блядь, я не знаю, куда мне девать этот висящий кусок дерьма. Вот оно мне сейчас вообще здесь не надо. Куда мне его девать? Скотчем куда-то приклеивать? Вообще не понимаю, почему нельзя эту хуйню сделать внизу? О чем они думают? Что за дегенераторы, а? Это просто трэш. У меня нет слов. У нас за холодильником получается розетка. Ну, выглядит, конечно, красиво. Базар ноль. Выглядит здорово. Прям какой-то дождевой рай. Не включается. Еще кажется, что туда батарейка нужна, которой, конечно же, у нас нет. Я сейчас блевану. А, ну вот, меняются режимы. Прям очень тяжело. Либо, я не знаю, может, я что-то не тут делаю. Чего не выключается? А, вот. Получается первый режим. Второй помедленнее. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой просто горит. Ну, в этом плане супер вещь. Ой, блядь, ты еще и снимаешь все это время. Короче, ребята, я сегодня испытала какой-то невероятный стресс. С этой сраной хероборой. Я реально клянусь, из-за того, что мне приходилось долго держать голову вот так, и руки вот так, у меня ужасно болит шея, у меня напряжение голова, у меня это все не получалось с первого раза, даже с третьего или десятого. Короче, это просто ужас, конечно, результат того стоит. Выглядит очень красиво, уютно, но, блядь, я реально не могу, я просто в ярости. Я вижу, как у них тут это все интересно придумано, что они это зацепили не на шторы, а на окна. У нас окна не такие длинные. Посмотрите, как это здесь зацепили. Просто на окна. Ну, сейчас, конечно, фокус еще подумает миллиард лет. Видите, просто на окна сверху зацепили, ну, блядь, где-то видно, ну, у нас что, у всех такие окна, что ли? Стандартно у всех окна не такие длинные. Короче, ладно, с этим разобрались. Я села, чтобы просто с вами уютно поболтать, рассказать о том, что меня гложет. Я, конечно, сказала, что мне, типа, все равно, что у меня опять проблемы какие-то на коже. Могу ли я встретить Новый год, свой день рождения, нормально, как человек? Почему обязательно? Особенно на такие праздники у меня кожа просто п***ется. Я не знаю, может быть, конечно, к Новому году картина станет лучше, но я не знаю вообще даже причину того, что просто у меня вспыхнул какой-то, я не знаю, кто, поселился там какой-то гномик. Я не знаю, как это называется. Он просто взял мне, обосрал все мое лицо. Я жутко расстроена. У меня теперь ужасное давление в голове и в шее из-за того, что я вешала эту сраную гирлянду, чтобы я еще хоть одну подобную гирлянду повесила сама без помощи Славы или б***ть стремянки. Я реально, я такая злая, я вся вспотела. У меня начала болеть голова. Я не могу даже успокоиться, думать об этом. Потом я ходила, собирала все это, чтобы здесь с вами сесть поболтать, как-то, не знаю, что-то обсудить. Принесла сюда какие-то продукты, какие-то финтифлюшки, чтобы рассказать истории про эти финтифлюшки. Пока я все это ходила, собирала. Потом я искала телефон, ходила по квартире, орала матом. Короче, я просто схожу с ума. Мне просто срочно необходимо надо, чтобы наступил Новый год и январь. Все, и в январе просто ничего не делать. Недавно у Вивьены была стрижка, и я решила спросить у грумера по поводу шампуней, которыми моют Вивьену, потому что тот шампунь, который был у нас, он закончился. Ну, он не то, что закончился, он даже есть, могу показать. Пользовались мы вот таким шампунем для собачки. Они есть с разными вкусами. У нас на даче есть такая баночка с другим вкусом, ароматом. Но что я могу про нее сказать? Мне нравилось. Я думаю, Вивочке тоже пахло. Она всегда вкусная. Шерстка у нее всегда была чудесная. От этого шампунчика он типа два в одном. Стоил он тоже не какие-то там копейки. Не знаю, может тут цена есть. Нет, цены нету, но типа хорошие вообще, такие американские, сделаны на все ща. Вот, и мы им пользовались, вот чуть-чуть есть еще. Но каждый раз, когда мы Вивьену отводили к грумеру, там, понятно, ее встряхут, купают, она так вкусно пахла, ну, намного лучше, чем вот от этого шампуня. Я все время думала, так, ну, чем же они ее купают, чем же они ее купают? Я думала, что тем, чем они ее купают, я это не смогу где-то купить нормально в магазине. Потом я подумала, блин, ну, я же могу заказать. Потом еще, знаете, бывает профессиональная какая-то косметика для салонов красоты, например, для людей, там, для волос, которую тяжело купить. Типа тяжело заказать где-то, потому что это только для салонов. Но почему-то я всегда это так слышала, не знаю. Мне всегда казалось, что вот то, чем тебе голову моют в салоне, это практически нереально достать. Это можно достать только салон, потому что, не знаю, почему-то должны быть какие-то свои пути, свои связи. Не знаю, почему мне всегда так казалось, потому что как будто бы это всегда так и говорили, ой, это салонно, это нигде не купишь. Вот как-то так мне обычно отвечали, когда я что-то спрашивала. Вот, а тут, короче, не знаю, может времена изменились, может просто это связано с тем, что это собачье что-то, либо, ну, наверняка все, что в салоне там уход какой-то делает, это тоже можно купить к себе домой и дома самому это делать. Это 100%. Я даже сама неоднократно видела какие-то шампуньки прикольные, которые я обычно вижу в салонах красоты. Ну, видела на интернет, на онлайн-доставках всяких и так далее. Так вот, я решила спросить, чем купают Vivienne, вообще что там за уход ей делают, и мне показали, рассказали. Я почитала, поизучала, и решила заказать. В один день я заказала два больших шампуня, две большие маски, ну, как они маски, ну, большие, небольшие, не знаю, какой-то спрей прикольный для шорстки собачьей, ну, правда, я не знаю, хороший он или нет, но я почитала, что, типа, прикольный. Ну, то есть просто, как, знаете, люди, видимо, термозащиту какую-то используют для волос, там, чтобы не секлись волосы, блестели, то же самое для собак. Короче, шампунь вот такой я купила, он такой большой, потратила я на все про все 5 тысяч где-то. Я купила две вот такие, то есть большие, я думаю, их прям сильно надолго хватит. Вот такой бренд с маракуйей. Это какой-то Ивсен Бернард. Аромат прям реально классный, такая вкусная маракуйя. Короче, очень вкусный, и мне вот в салоне, в котором я Вивочку стригу, сказали, что очень хороший. У них там был какой-то другой еще круче, но его сейчас очень тяжело достать, но они там сейчас пытаются как-то сделать так, чтобы его достать, потому что он там стоил раньше, им обходился, грубо говоря, в 5 тысяч, а сейчас обходится в 25 тысяч. Вот, и они купают часто вот такими шампунями, причем это для длинной шерстки, есть для средней, для средней это подходит типа для шпицов, как я поняла. Я еще была в магазине, увидела там меня, ну не миниатюрку, а намного меньше такой флакончик, он был с другим вкусом, и он был для средней шерстки. И я спросила в зоомагазине, и мне сказали, что это как раз для шпицов, есть для короткой, то есть они все разные, с разными вкусами, поэтому обязательно, ну прежде чем, если захотите что-то заказывать, убедитесь, что вашей собачке это подходит, потому что Йорике у вас, хотя Вива с короткими волосами всегда ходит, но и она длинношерстная, типа длинноволосая собачка, потому что вы знаете, у Йорика волосы бывает отрастают так, что можно из них хвосты, косички плюсти, но мы просто не фанаты таких причесок для собак, хотя иногда это выглядит очень даже мило. Вот, так что вот такой шампунь, придает шелковистость, обладает оживляющим эффектом, ля-ля-ля, ну короче классный. И такая же маска с маракуей, просто рассказываю почему, потому что очень часто у меня спрашивают, как мы ухаживаем за Вивой, чем мы кормим, чем мы не кормим, ну короче очень много разных вопросов, вот так вот выглядит, тоже понюхаем. Девочки, я прям с ума готова на себя эту маску нанести, очень классно. Ну, я думаю маска понятна, маска разработана для длинношерстных собак и кошек, придает шерсти шелковистость, обладает оживляющим, восстанавливающим, питательным, увлажняющим, и тонизирующим эффектом. На чистую, вымытую, влажную шерсть, нанести массирующими движениями, оставить на 5-10 минут, смыть водой, высушить шерсть, разработана для профессионального применения, не глотать, хранить в местах недоступных детям. Так, а если собака проглотит, надо, значит, как-то избегать области вокруг, наверное, мордочки. Я всегда боюсь, на самом деле, таких моментов, чтобы ничего не до самого, еще Вива у нас такая, ну, тяжело мне, блин, ей бывает мордочку помыть, потому что мне тоже надо намылить хорошенько, и смывать ее тоже очень тяжело водой, потому что Вива, я как бы не пыталась закрыть ее нос, она обязательно будет прям в струю воды дышать своим носом, потом захлебываться, ну, короче, это просто какой-то кошмар, вот, но это, конечно, бывает не часто, но это тоже такое мучение для меня, как для мамы, так что часто, да, спрашивают, как мы ухаживаем за Вивьеной, на самом деле, особенно какого-то прям супер ухода, наверное, нет, самое главное, что всегда нужно чистить глазки, там, не знаю, купать, расчесывать, потому что, блин, не знаю, иногда я поражаюсь, но вот даже в салон, грумер, грумер салон, вот этот, в который я хожу с Вивьеной, я уже достаточно, ну, давно туда хожу, и знакома с владелицей, и мы с ней иногда болтаем, и она рассказывает, что иногда таких собачек приносят, что просто кошмар, ну, знаете, у которых там на попе колтуны, в этих колтунах там засохшие какашки, и все это видно, что прям очень давно, и собачки от этого плохо, у нее там раздражение, понятно, может и чесаться, и зуд, ну, короче, это вот такие, знаете, издевательства над животными, я не понимаю, я не понимаю, зачем заводить животных, если ты элементарно не можешь собаку искупать, помыть, блин, ну, собака, да, иногда иногда смеются, что вот, типа, собака, типа, это не ребенок, что-то, типа, к ней относишься, какая-то там мама, не мама, дочь, не дочь, конечно, с одной стороны, это, ну, глупо, возможно, но, слушайте, я точно так же, как и у человеческих детей, надо там подмывать, понятно, попу подмывать, какашки, иногда приходится отковыривать засохшие какашки в попе, потому что разное бывает, мы ушли из дома, Вива покакала, что-то приклеилось к волосинкам, если особенно стрижки давно не было, и как бы надо проверять, прям отковыривать ногтями, представляете, а не просто, типа, взял и все, не всегда так получается, иногда приходится по носу отмывать, что-то не бывает, поэтому мои руки, они что только не видели, конечно, весь этот мой монолог, к тому, что если вы заводите животное, то вы должны его любить, за ним ухаживать, конечно, невозможно быть идеальным во всем, ну, это тоже нужно понимать, у меня тоже был такой момент, на самом деле, я до сих пор не знаю, ну, типа, как, в общем, я, наверное, года два кормила Вивену кормом для щенков, это, конечно, трэш, на самом деле, в этом ничего страшного, я думаю, нет, потому что в корме для щенков, там просто больше всяких, каких-то, не знаю, компонентов питательных, и, грубо говоря, от этого собачка просто, насколько я понимаю, да, что она просто больше набирала бы вес, например, то есть, сильно прям большой проблемы в этом нет, но, реально, то есть, Вивена уже давно не была щенком, а я продолжала кормить ее этим кормом, не зная о том, что я делаю что-то не то, я уверена, что это не нанесло ей какой-то там непоправимый, не знаю, ущерб, я уверена в этом, но то, что, как бы это, типа, то, на что я не обратила вовремя внимание, это нехорошо, но я на самом деле не хочу загоняться по этому поводу, потому что разное бывало, бывало, что я ругалась очень сильно на собачку нашу, и, конечно, бывали моменты, когда я жалела о том, что я себя как-то не так и лали, жалела, что где-то там, не знаю, не была более внимательна, как вот эта история с кормом, я никогда нигде это не рассказывала, я не думаю, что это что-то криминальное, но для меня это реально вот до сих пор такое, типа, ну как так можно было, я не знаю вообще как, реально, почему я об этом не думала, просто в какой-то момент такая, типа, подожди, я не помню, нам, по-моему, надо было поменять корм для чего-то, или просто мы решили, что надо поменять, я уже не помню, если честно, причину, но как-то я это абсолютно случайно спалила, что, она же уже не щенок, ну то есть, это такой, блин, дебилизм, также очень часто такие вопросы бывают, нужно стерилизовать собаку, не нужно, у всех разное мнение на этот счет, я очень долго изучала эту тему, это то, что действительно было для меня важно понять, осознать, конечно, мне с одной стороны грустно, что мы ни разу там не свели нашу вибочку, не знаю, с каким-то кабелем, чтобы увидеть потомство, но учитывая то, какой она была маленькой, в принципе, она какая маленькая, я думаю, она бы сама не родила, это было бы, скорее всего, типа, кесарево какое-то, грубо говоря, единственная причина, по которой мы могли бы свести собачку, да, чтобы получить какое-то потомство, это, грубо говоря, потешиться, типа, ой, я стала бабушкой, там это вивины малыши, мои внучки, ну то есть, как бы ради этого, возможно, ну, мучить собачку, проходить через какие-то операции, потом я думала, вдруг она ни разу не испытала материнство, я такая плохая, типа, то, что из-за меня, не знаю, я бы это много думала, это действительно было сложное решение, но, конечно, наверное, можно было бы, чтобы она сначала родила, потом ее стерилизовать, только если рассуждать на тему того, что вдруг собакам, так же, как и, ну, некоторым женщинам, да, которые хотят детей, хочется испытать вот это вот материнство, а если им не хочется, то вообще тогда не о чем переживать, да, собакам, я имею в виду, поэтому мы стерилизовали Вивену где-то, ну, короче, после первой стечки, наверное, ей было месяцев либо 9, либо уже около года, я не помню, потому что я не помню, когда у нее началась первая течка, ну, в общем, примерно в то время, и что могу сказать, после стерилизации она поправилась, но не сразу, а в течение, наверное, года полтора-два, она прям заметно поправилась, сейчас она тоже у нас совсем не крошка, она такая прям пышечка, такая пышечка, не то, что жируха, конечно, но пышечка-пышечка, и вот даже, когда мы приходили в какой-то из разов к врачу, в общем, она сказала, что Виве абсолютно не готова к летнему сезону, это еще было летом или перед летом, я не помню, мы зачем-то ходили, по-моему, прививки делали, в общем, какая-то врач сказала, что Виве не готова абсолютно, ну, и то, что Виве не надо больше гулять, в общем, на самом деле, животное, это, конечно, огромная ответственность, и мне иногда страшно, то, что вдруг я что-то сейчас упускаю, что я должна, например, сделать, у нас сейчас у Вивены есть грыжа, пупочная грыжа, и я не знаю, что с ней делать, потому что она вроде как не растет, она достаточно маленькая, и вроде как, ну, это не страшно, то есть нужно наблюдать, и я даже с подписчиками тоже это обсуждала в своем телеграм-канале, что делать, куда бежать, приходили к врачу, сказали, что просто наблюдайте, ну, как бы в этом ничего страшного нет, если она будет становиться больше, то тогда да, надо что-то делать, а если нет, то, ну, как бы и нет, вот, то, что нужно Виве не худеть, я слежу за тем, чтобы у нее ничего не болело, для меня самое главное, чтобы она счастливо радовалась, прыгалась каждый день, несмотря на то, что мы сейчас не гуляем, потому что зима, холод, но мы сами дома много времени проводим, поэтому ей не одиноко, я слежу за ее зубками, тоже, что очень важно, меня, кстати, спрашивали по поводу Йориков, то, что у них проблемы с зубками, ну, я думаю, на самом деле, что у многих мелких пород, есть свои какие-то проблемы с теми же зубками, я иногда даже не знаю, каково это, когда вот у тебя реально прям ребенок, это же так волнительно, это же такая большая ответственность, просто я, когда понимала, какая большая ответственность, когда у тебя собака, то мне просто становится дурно от того, какая же большая ответственность на человеке, когда у него ребенок, самое главное то, что я для себя прорабатываю, еще не будучи даже там мамой, не родившей, еще что-то, но прорабатываю уже сейчас, потому что у меня есть Вивьена, собака, с которой тоже у меня есть вот такие моменты, типа, которые меня могут вводить в какое-то состояние, то, что я плохая мама, что я недостаточно делаю для собаки, все равно нужно понимать, что мы не можем быть идеальными. У меня даже бывает, спрашивают в Телеграме или в Директе, типа, Юль, я мечтаю завести собаку. Вот недавно девочка писала, что мечтает завести корги. Я мечтаю завести собаку, но я не могу решиться, не могу уже столько лет мечтаю. И как-то она мне что-то тоже писала, просила моего какого-то пинка, совета. Я ей что-то ответила в духе, давай, бери, делай. Ну, типа, иначе кто еще сделает, если не ты? Ну, там я какую-то речь написала, может, не очень большую, но от души. Вот, и она говорит, что вот, типа, вроде ты написал, то, если ты, то, может быть, еще даже пинкаешь, что-то такое. И я ей написала, что если ты понимаешь, что ты готова взять на себя эту ответственность, то почему нет? Я считаю, что собаки, ну, вообще, в принципе, животные, они делают нас счастливей. Хотя сейчас я сходила с ума от того, что мне воняло вивиной мочой, потому что она, видимо, там засыт иногда в одно и то же место, и там просто образуется лужа. Короче, иногда, конечно, я схожу с ума, но я понимаю, что какой бы засыхой она ни была, я ее люблю бесконечно. И я не представляю свою жизнь без этого маленького комочка волосинок. Еще никогда не нужно забывать о том, что животные все чувствуют. Если вы переживаете, вам как-то плохо. Вот, кстати, у Вивены выскочила вот эта грыжа пупочная в тот момент, когда у меня умер дедушка, и я очень сильно плакала из-за этого каждый день. Ну, я думаю, вы сами представляете, знаете, как я его любила, как мне его не хватает. Он мне периодически снится. Даже сегодня мне приснился сон о том, что, типа, дедушка жив. Мы на даче со Славой, дедушка приезжает на дачу, и мне говорят, что от меня это скрыли, потому что, типа, кто-то разыскивал дедушку, знаете, как будто бы какие-то бандиты. Ну, короче, вот такой какой-то странный сон, и я понимаю во сне, что я там, ну, с кем-то разговариваю, из родственников, кто от меня тоже скрывал. Я говорю, как так? Вы понимаете, что я пережила? Ну, типа, как вы могли это скрывать? Я понимаю во сне, что это невозможно. Я же знаю, что дедушки нет. То есть мне редко снятся такие сны, в которых я знаю, что дедушки нет. Обычно у меня если снится дедушку, то так, как будто бы я не знаю, что его нет, что он просто жив. А тут мне прям приснилось, что я говорю, это же невозможно. Ну, типа, это нереально. Но, конечно, во сне я почувствовала ощущение того, что, слава богу, что даже вот так вот жестко со мной поступили, скрыли от меня, там, ну, сказали, что вот так случилось, но, слава богу, что, типа, он жив. Когда я очень сильно переживала, плакала, Вивена все это чувствовала, разумеется, и именно в тот момент у нее выскочила эта грыжа. То есть это говорит в очередной раз о том, что наши животные, наши питомцы очень чувствительны и восприимчивы к тому, что происходит. Поэтому стресс, который мы можем испытывать, так же и на них отражается. И они чувствуют, переживают вместе, потому что, ну, они все чувствуют. Это реально так. Ну, не зря же там даже вот кошки, да, обычно бывает. Я очень много таких историй слышала, что кошки обычно ложатся к хозяину на то место, которое у него болит. Например, если там живот болит, то на живот куда-то залезут, лягут. Если нога, то там на ногу. Ну, грубо говоря. Я уверена, что многие там кошатники со мной согласятся в комментариях. У меня такого не было никогда, потому что, ну, у нас кошки особо так не было, чтобы в доме жила постоянно, да. Но я неоднократно об этом слышала и знаю, поэтому это интересно. Так что, конечно, я считаю, что собаку нужно заводить, когда у тебя все хорошо в жизни, когда у тебя есть время, возможности заниматься животным. И, конечно, я понимаю людей, которые, например, живут одни, им хочется быть не одними, типа не одинокими. Но все же мне кажется, что когда человек живет один, он очень часто там, например, на работу уходит, на учебу. И животное, получается, постоянно находится одно. Ну, тоже не знаю. Я не буду, конечно, советовать, рекомендовать. Наверняка у многих там есть такая ситуация, что я живу одна, у меня есть собака, и вообще все нормально. Прихожу с работы, с учебы и провожу время с собакой. Я не говорю, что это плохо, еще что-то просто... Например, у меня в чем там хорошо, например, да, бывает, что мы уходим из дома надолго, реально. Но в основном-то мы дома, потому что работа дома, монтаж дома. Не знаю, ну просто мы в основном дома. Плюс там мы со Славой всегда кто-то, например, да будет дома. Редко, что мы прям уехали вдвоем на очень-очень долго, да, по времени. Так что вот, в любом случае, как я и сказала, животное — это класс. Также рассказываю историю с фотографиями. Пронесла сюда фотографии, но прям рассматриванием с вами их не будем. Тут достаточно большое количество фотографий. Летом я печатала много фоток, ходила. Сейчас тоже, кстати, потихоньку буду собирать еще папку для печати, потому что я это периодически, в принципе, делаю. Как раз фотографии с дедушкой есть. Периодически я отнесила фотографии на печать. Заказала на печать много разных фотографий со свадьбы там в основном. Ну и не только со свадьбы. В общем, в чем суть? Я достаточно нормальную сумму денег на все это потратила, потому что некоторые фотки я делала там несколько копий, чтобы потом отдать бабушкам, там мамам. Ну, в общем, сами понимаете, тут есть такие вот с девичника фотографии. Короче, их тут на самом деле прям реально очень много. Тут реально прям очень-очень много со свадьбы все. Так вот, эти фотографии я забрала, точнее, даже не я, а Слава забрала буквально на днях. И знаете, в чем прикол? Мы вообще не поняли. Сидим мы как-то ужинаем. Ну, где-то в 6-7 часов вечера, что для нас достаточно рано. Может быть, это был обед, не знаю. Сидим мы кушаем. Мне звонит, а я поставила себе этот определитель звонков, потому что я уже устала брать трубки от этих мошенников, этой рекламы сраной. Хотя иногда они все-таки, им удается как-то до меня дозвониться, прозвониться. Козлы такие вонючие. Уже с каких-то других номеров новеньких звонят, видимо, еще свеженьких, неопределенных. И мне, короче, звонит номер, и там прям высвечивается, что это копировальный центр, ну, вот прям туда-сюда. Я такой думаю, странно, что это мне звонят? А я еще думаю, брать, не брать? Думаю, ну ладно, возьму, мало ли что. Может, там напомнить мне хотят о какой-то скидке, акции, там, в честь дня рождения, может, не знаю. Я же к ним часто ходила летом, но я раза 3, наверное, точно приходила с большими заказами на фотографии, потому что я там кучу всего делала, но я думаю, что если вы следите за мной в Телеграме, да и на Ютубе, в принципе, я тоже об этом рассказывала, потому что я как раз собирала альбом для свадьбы, и прикиньте, я все фотки со свадьбы, которые я тогда печатала, и альбом со свадьбы оставила на даче, потому что я думала, что у меня там будет больше времени этим заниматься. И сейчас все это осталось на даче, поэтому когда как раз в январе, может быть, у меня руки до этого дойдут, это реально какой-то трэш. Я не могу собрать альбом со свадьбы, потому что мне хочется его, знаете, как ленту в этом запрещенке составить идеальный, а у меня не получается, потому что фотографии, миллиард, глаза разбегаются, хочется все использовать. Но я должна это сделать, я дала себе слово, что я должна это закончить. Так вот, звонят, значит, говорят, типа, Юля, здравствуйте, а вы будете свой заказ забирать? Он вас ждет еще с лета, что-то с то ли июня, то ли июля, он вас ждет с июля, вы 6 тысяч потратили на этот заказ, вы его будете забирать? Я жутко удивилась, потому что, ну, типа, когда я что-то заказываю, особенно за такие деньги, я этого жду по часам, по дням. Короче, мы выяснили со Славой так, ну, ну, как сказать, выяснили, мы решили, что, скорее всего, у них произошла там какая-то ошибка, они дополнительно напечатали мне фотографии, потому что, ну, то, что я забирала, я забирала тогда все, что мне надо было, то, за что я платила. То есть, это, видимо, пришло случайно, прошло каким-то образом там дополнительно, потому что Слава ходил, забирал фотографии, он сказал, что там девушка, вот как раз, которая все пробивает, ну, ну, не ресепшн, как это называется, ну, на кассе, короче, девушка, она сказала, что у них только сегодня была какая-то ситуация, что были готовы визитные карточки, позвонили человеку, для кого делали эти визитные карточки, говорят, типа, вы будете забирать карточки свои? Он говорит, они у меня уже давно дома, вы что, типа, скорее всего, это просто ошибка, и напечатали дополнительно фотки, но мы со Славой офигели, я говорю, как так, я не могла забыть, что я заплатила за что-то 6 тысяч, за фотографии со свадьбы конкретно, и вдруг я их не получила, и забила, куда-то уехала, но, типа, это точно не про меня, вот такая вот интересная история, поэтому на халяву мы получили где-то 300 с чем-то фотографий, я не читала, но помню, по телефону сказали 300 с чем-то фотографий, так что, вот такие вот интересные бонусы иногда преподносит жизнь, а еще мне прислали сегодня вот такой подарок, в общем, ладно, мне не терпится, давайте откроем, потому что я хочу посмотреть там, что вообще, здесь ручка, ребята, вот такой вот классный подарок, когда вот такая открытка лежит, кажется, что там будут часы, но оказалось, что там ручка, и это вполне себе логично, потому что такая коробка абсолютно не свойственна для часов, теперь мне нужно ее на чем-то протестить, на своем запястье, например, пишется она замечательно, теперь это будет моя самая любимая ручка, потому что выглядит она, конечно, шикардосно, очень по-деловому, так что теперь могу подписывать любые документы, еще знаете, о чем я думала, я раньше на Новый год снимала видео о том, типа, как прошел мой там какой-то год, какие у меня цели на будущий год, и чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я не хочу, во-первых, рассказывать ни про какие свои цели, планы на будущий год, абсолютно не хочу, не имею вообще никакого желания, иногда, знаете, мне кажется, что я хочу делиться чем-то важным в своей жизни, чем-то личным, возможно, не знаю, своими какими-то переживаниями, еще что-то, а потом иногда я смотрю на комментарии некоторых людей, либо на то, вообще, в принципе, насколько злые бывают люди, и я сразу в какой-то момент опять закрываюсь, думаю, так, все, разделяем мух от котле, ну, типа, личные, это личные, и то же самое, что и цели, планы, какие-то мечты, это тоже в какой-то момент стало для меня по-личному, и, наверное, это правильно, а может быть, я слишком сильно загоняюсь, типа, никому ничего не рассказывать, ни с кем ничего не делиться, все это личное и личное, но знаете, как показывает жизнь, как показывает практика, не так много людей, которые реально искренне, например, за тебя могут порадоваться, не так много людей, которые, не знаю, поймут тебя, поддержат, ну, короче, иногда кажется, что таких людей может быть много, и я знаю, что у меня, конечно, когда вот у меня случилось такое горе в семье, когда ушел дедушка мой, царствие небесное, я знаю, как мои подписчики, я даже знаю то, что даже те, кто, возможно, меня не любят, какие-то хейтеры, они все равно, ну, я думаю, искренне в тот момент, ну, посочувствовали мне, моей семье, соболезновали, я в этом, ну, честно, даже не сомневаюсь, и в такие моменты, когда происходит что-то такое, ну, короче, я не знаю, как сказать, то есть, с одной стороны, иногда я чувствую такую поддержку, такую любовь, что я понимаю, что, ну, я могу делиться, чем захочу, своими планами, целями, мечтами, ну, образно говоря, а иногда происходят такие моменты, когда я думаю, то, что я вообще не хочу открываться, делиться, и вообще слишком много я про себя, про свою жизнь рассказываю, в общем, иногда вот так вот я мечусь из одной стороны в другую, я думаю, что для блогера это нормально, и все, это просто все зависит, знаете, от настроения, от периода, от какой-то ситуации, от какого-то, не знаю, комментария, может быть, неприятного, еще что-то, казалось бы, да, что я уже столько лет блогер, все равно до сих пор обращаю внимание на комментарии, конечно, не так там как-то болезненно я их переношу, как, возможно, когда-то, да, но все равно иногда бывает неприятно, и думаешь, типа, блин, ну, почему, ну, ведь не так же, или, ну, почему так, почему люди такие злые, ну, от этого никуда не денешься, к сожалению, и, к сожалению, непубличный человек никогда не поймет, там, блогера, то есть, вот, просто человек, да, кто смотрит видео, не занимается, никакими видосами и так далее, он никогда не поймет блогера, что он испытывает, то есть, многие люди считают, что раз я блогер, раз я выбрала такую профессию, что я публичный человек, снимаю видео, да, конечно, я от этого много кайфа получаю, как я ему зарабатываю на этом, да, там, не знаю, шмотки, какие-то подарки, ну, то есть, много всяких классных плюшек, фишек, и, понятное дело, что расплата за все это, это в какой-то степени выворачивает свои трусы наизнанку, иногда в прямом смысле, там, когда вещи вешаем, там, на балконе, ну, конечно, это шутки все, тем более, белье чистое, ясно же после стирки, знаете, не грязное белье, ну, короче, просто я к тому, что ситуации разные бывают, и все равно, несмотря на то, что я блогер, это не значит, что я заслуживаю, там, каких-то комментариев, причем я это говорю просто, знаете, вот чисто поболтать, рассказать, а не потому, что сейчас мне кто-то что-то написал, я расстроилась, хотя обычно я такие вещи, такие тосты, можно сказать, говорю именно на этой почве, но сейчас просто рассказываю, что очень часто реально, ну, когда я вижу какой-то комментарий, я просто по памяти еще рассказываю, обязательно там кто-то напишет, типа, ой, зачем вы такое пишете, ну, типа, что вам, типа, не живется спокойно, а кто-то другой напишет, она же блогер, типа, мы можем ей это писать, она, ну, по сути, выбрала такой путь, значит, мы можем ей писать, что мы думаем, свое мнение высказывать, того, что люди такие бессердечные, что ли, ну, не могут поставить себя на место блогера, которому пишут, конечно, я блогер, но я же живой человек, точно так же, как и вы, и если бы вам кто-то подошел, например, на улицу, сказал какую-то гадость, я думаю, вряд ли бы у вас было супер хорошее настроение на весь день, наверняка же нет, а мы, как блогеры, такую гадость иногда, ну, очень много раз можем в день читать, наблюдать, еще что-то, и, конечно, ну, вырабатывается какой-то, иммунитет к этому, ко всему, но в любом случае, ну, некрасиво, непорядочно, конечно, я понимаю, кого я учу, кому я что рассказываю, я уже сделала для себя вывод, что есть просто люди добрые, которые никогда не напишут говна, даже если они считают, что ты какое-то говно, или ты делаешь что-то не так, они просто либо промолчат, либо как-то тактично напишут об этом, типа, Юль, ну, я понимаю, что там у тебя свое видение, но, кстати, попробуй вот так, вот так тоже здорово, ну, конечно, получается, что такое вот общение, слишком, наверное, много от вас, там, человек просит, да, ну, сейчас, типа, я такое, получается, отношение, я прошу, как к какому-то, не знаю, ребенку, которого можно задеть, любым словом, но просто, мне кажется, что, если вы добры, ну, если много добрых людей, и много хороших, позитивных людей, то и, в принципе, мир становится чуточку лучше, вот, а начала я вообще всю эту тему, из-за того, что раньше, когда я снимала видео про Новый год, про то, что было со мной в старом году, типа, за что я ему благодарна, и так далее, ну, и рассказывала в этом же видео, какие у меня цели, мечты, и тут я думала на днях о том, что, если бы я сейчас вздумала снять такое видео, что вообще я там скажу, за что я поблагодарю этот год, знаете, конечно, каждый год можно за что-то поблагодарить, за то, что ты стал сильнее, мудрее, не знаю, сделал какое-то открытие в своей жизни, почему-то научился, но я даже не знаю, за что я хочу поблагодарить этот год, для меня этот год, я думаю, как и для многих, 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 многих людей, был ужасным, я не хочу быть, знаете, какой-то пессимистичным, каким-то таким человеком, который вместо того, чтобы, ребята, Новый год, все будет хорошо, Новый год, новое начало, по сути, да, я очень сильно жду Нового года, потому что я хочу, знаете, как будто бы снять с себя какой-то камень, не знаю, тяжести, какой-то груз, чтобы скорее этот 22-й год закончился, и я понимаю, что я не буду никакое видео снимать, типа, спасибо 22-му году, конечно, много чего произошло за этот год, и приятного, и даже, не знаю, классного, то, что мы столько времени пожили на даче, то, что я все там лето занималась огородом, там, не знаю, газоном, и вот, кстати, в моем сне, в котором я вот, мне сегодня приснился, дедушка, то, что он оказывается жив, вот такой сон мне приснился, мне приснилось, что я прям хочу скорее ему показать, что мы там сделали, что мы посадили туи, что мы цементом все вокруг дома сделали, чтобы ничего не затекало в подвал, что мы там траву вырастили, что цветы пересадили, короче, что мы такую красоту сделали, и мне так хотелось ему показать, И знаете, всё это лето, когда я там что-то делала, я же очень много стояла, поливала из шланга, почти каждый влог мой был, но я даже много не снимала, понятное дело, сколько я поливаю, потому что я поливала огромное количество времени, думаю, очень много нажгла электричество, поэтому у нас такие счета были хорошие тоже. И всё это время, что я поливала, я постоянно поливала и думала, что дедушка, наверное, смотрит сейчас и видит, что я делаю, и мне, конечно, от этого становилось прям здорово, прям приятно. Конечно, безусловно, этот год ещё раз просто всем, мне кажется, нам показал, что как важно ценить то, что ты имеешь, потому что никто из нас не знает, что будет завтра, не знаю, где мы окажемся, и просто как важно ценить всё, просто всё, что тебя окружает, то, что ты имеешь, своих родных, не знаю, то, где ты живёшь, свою работу. И этот год был реально, ну, даже не буду приукрашивать самым ужасным, самым тяжёлым годом в моей жизни, я уверена, что в жизни многих. Хотя я понимаю, что даже мой год не так ужасно и плохо прошёл, как у других людей, я это осознаю. Хотя в моей жизни произошло просто ужасная потеря, ужасная боль, которая, я даже не знаю, когда-то вообще меня хоть немножко отпустит, так, чтобы просто, ну, типа, как-то смириться с этим. Я не уверена, что я вообще могу с этим смириться. И несмотря на то, какую боль и ужас испытала я и моя семья в этом году, я понимаю, и от этого мне даже ещё дурнее становится, что есть люди, которые намного больше испытали ужаса в этом году. И, конечно, мне очень жаль всех этих людей. И мне просто очень жаль, что, к сожалению, в жизни так бывает, что, ну, ты не можешь просто жить в каком-то раю. И очень многие вещи не зависят от нас. В этом году я ещё раз убедилась в том, что есть вещи, как, не знаю, то, что ты не можешь изменить, то, на что ты не можешь повлиять. Я говорю не в глобальном даже смысле то, что происходило в этом году, да, ситуации в мире. Я говорю просто, в принципе, даже на какие-то рядовые, что ли, истории. Не знаю, как это назвать. Есть то, на что мы можем повлиять. Типа, проснуться сегодня в 9 утра или в 10 утра, например. Скушать сегодня на завтрак омлет или там, не знаю, бутерброд. Это, типа, то, на что мы можем влиять. Но вещи какие-то более глобальные, как, например, ту же свадьбу, да, предложение, свадьба, назовём это так, это те вещи, которые у тебя, ну, просто предначертаны, написаны. Так же, как и рождение ребёнка. Всё вот это, это всё то, на что мы не можем повлиять, как бы мы ни хотели. И это просто вот первое, что мне приходит в голову. Когда уходят близкие, да, родные из жизни. Тоже то, на что мы никак не можем повлиять, потому что есть просто вот предначертанность судьбой. И я знаю, что многие, возможно, хотя, не знаю, многие нет, кто-то подумал, ой, ну ты сумасшедшая, как всегда в своём стиле. Но, не знаю, просто я в этом не один раз убеждалась. И, если честно, даже в какой-то степени немножко ужасалась. Нужно быть благодарным за то, что мы имеем. И несмотря на то, что всё равно, я не знаю, как бы, знаете, вроде с одной стороны можно было бы сказать спасибо этому году, за то, какой сильной, например, я стала, через что я прошла, то есть то, что сделало меня, разумеется, сильнее. Но, с другой стороны, я не хочу быть, типа, сильной такой. Пусть лучше всего этого бы не было, но я бы осталась такой, какой была, казалось бы, да. Потому что есть вещи, которые настолько тяжело переживать. И ты просто даже не хочешь говорить спасибо этому году за то, что я хотя бы стала сильной от того, что я пережила какие-то тяжёлые моменты в своей жизни. В общем, не знаю, мне было бы интересно почитать в комментариях, есть ли что-то, за что вы могли бы поблагодарить 22-й год. Я уверена, что, конечно, у многих найдётся за что поблагодарить этот год. Не знаю, встретили свою судьбу, свадьба, родился ребёнок. Не знаю, кого-то вообще не коснулись никакие тяжёлые события и никакие там, не знаю, трагические, да, события. Кто-то потерял работу, а кого-то, наоборот, повысили. То есть я считаю, что этот год всё равно для всех был разным. И если кого-то что-то одно не коснулось, то могло коснуться что-то другое. И всё равно в какой-то степени, без исключения, я думаю, каждый в этом году нормально так понервничал, попереживал. И, конечно, хочется верить и надеяться, что в 23-м году всё будет не так. И я в это искренне верю. Я уверена, что 23-й год я наверняка смогу за что-то поблагодарить. По крайней мере, мне хочется в это верить. Вот, но 22-й даже не знаю, честно. Может быть, мне есть за что благодарить 22-й год. Но я пока не знаю. Реально даже не знаю, за что. В любом случае, чему быть, того не миновать. Я всегда руководствуюсь этим, особенно за последний год. Потому что я так устала из-за чего-то переживать, нервничать. Были разные моменты в жизни. И я просто хочу, знаете, я иногда как будто как вот вампир, блин. В дневниках вампира отключить эмоции. Стать вот этой безэмоциональной, хладнокровной. Что типа мне ничего не больно, меня ничего не задевает, не обижает. В общем, мне всё равно, там, что хочу, то и делаю. Но, конечно, я живой человек, я так не могу. Но иногда я думаю о том, что, блин, реально, ну что за нафиг, я не могу ни на что повлиять. И меня это не расстраивает. То есть я думаю о том, на что я могу повлиять. И этим занимаюсь. А тем, на что я не могу повлиять, я даже не хочу свою голову забивать. Потому что это просто ужас. Отвечал на вопросы. И у меня спрашивали, типа, Юль, уже жду, не знаю, сколько предложений от своего парня. Типа, схожу с ума, не знаю, что делать. И я сказала, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Ну, конечно, ты можешь сказать, типа, так. Так, нехуй твою мать, сделай мне быстрое предложение, иначе мы расстаёмся. Ну, это тоже так себе. Мне тоже, например, так вот не хотелось. Я всегда хотела, чтобы мне, там, парень сделал предложение, потому что он меня любит, потому что он этого хочет. А не потому что я ему поставила условия. То есть, может быть, он не хочет со мной расставаться, но, может быть, он не готов ещё. Может, ему что-то надо. Может, ему как мужчине надо что-то, не знаю, реализоваться как-то, не знаю, в чём-то где-то. Встать на ноги, ну, кто его знает, у кого там какие-то раканы в голове. В любом случае, вот реально, чему суждено быть, то и будет. Вот ты хоть об стену своей башкой ударься, вот чё будет, то будет. И я не знаю, просто для меня это реально самое главное успокоение как будто бы во всём. Из-за чего я когда-либо переживала, и в этом году из-за чего я переживала, там, не переживала. Просто я каждый раз ловлю себя на мысли, стараюсь, знаете, поймать какой-то дзен в том плане, что так, зачем я вообще об этом думаю? Я же на это никак повлиять не могу. Ну вот чё суждено, то суждено. Так что нафиг нужно поменьше заморачивать свою голову. И чем свободнее ваша голова и не загрязнённей всяким ненужным брахлом, тем, мне кажется, быстрее могут сбываться и какие-то желания, и мечты. И вы не давите, что ли, на саму себя или самого себя. Я уверена, что не нужно забивать свою голову всякой ерундой, тем более той, на которой ты не можешь повлиять. Как бы тебе не хотелось этого, иногда нужно быть более терпеливым. В общем, я на этом с вами заканчиваю. Я достаточно долго болтала, думаю, что вы даже устали, но мне понравилось. Это в какой-то степени был какой-то новогодний подкаст, как будто бы чем-то поделилась, затронула какие-то темы. Вот, напишите в комментариях, что было бы вам интересно, что бы я рассказала ещё в следующем видео, например, если также на меня нападёт какое-то вот это новогоднее вдохновение сесть на фоне гирлянды, с вами поболтать о чём-то. Не знаю, немножко излить душу, возможно. Спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось, было интересно послушать, поразмышлять. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!